Голливудский блокбастер угнать за 60 секунд давно устарел. Теперь, чтобы увезти машину из-под носа владельца, требуется в два раза меньше времени. И самое опасное, что специальные сканеры свободно продаются в интернете. Какие автомобили чаще всего угоняют? На сегодняшний день, ввиду доступности и легкости вскрытия автомобиля, естественно, это остается в большей степени вал автомобиля отечественного производства. В Алтайском крае каждый день словомышленники с помощью специальных сканирующих средств угоняют как минимум один автомобиль. Неохраняемая парковка – пример территории риска. Только за прошлый год с подобных угнали около 600 автомобилей. И это только официальные данные. Давайте спросим у барнаульцев, боятся ли не оставлять свой автомобиль на неохраняемых парковках. Нет, не боюсь. У меня есть еще одна машина. В принципе, я могу. Это угонят. Конечно, страшно. Лучше бы побольше видеокамер. Машина, не коляска какая-нибудь, а деньги стоит. У меня каска, я не боюсь. В общем, да, мы рискуем, но оставляем. Нет, не боюсь. Машина под надежной охраной, как бы у меня, под астонизацией. Как видим, большинство не боится, а напрасно. Чаще всего машину угоняют прямо у дома или на парковках возле развлекательных центров. Большинство правонарушителей работают по давно выработанной схеме. Машины бросают, отслеживаются люди довольно просто. То есть один из вот этих специалистов идет, следит, где ты что делаешь. А там второй, третий, пятый, они там пока с машиной занимаются. То есть это целая система такая, работа. Оставлять спокойно машину на неохраняемых парковках можно, но перед этим стоит все же оснастить ее элементарными средствами защиты. Без них с угоном справится даже мальчишка, отмечают эксперты. Как минимум, это защита подкапотного пространства замками капота, защита периметра автомобиля вторевыми блокираторами дверей, бронирование стекол. На сегодняшний день количество угонов в России растет, а вот раскрываемость таких преступлений падает. Тем более, чаще всего угонщики пускают машину на запчасти. И вот тогда, утверждают эксперты, найти автомобиль практически невозможно. Противоугонки, конечно, не дают 100% гарантии безопасности, но они увеличивают время взлома. А для правонарушителя каждая минута – целая история для экранизации. Валентина Аскерова, Николай Шелко, Алексей Фризин. Наши новости.